Геноссы Завадский. С режиссерами и драматургами у Раневской отношения складывались всегда непросто. Даже большие мастера часто не дотягивали до гения замечательной актрисы. В театре Моссовета, где Фаина Георгиевна проработала последние годы жизни, у нее шла непрекращающаяся словесная баталия с главным режиссером Юрием Александровичем Завадским. И тут Раневская спускала узды своего неиссякаемого острословия. Она открыто подсмеивалась над знаменитым худруком, видимо, не считая его особо талантливым. Завадского заживое задевало такое отношение, и он немало сделал для того, чтобы его театр стал для Раневской не самым комфортным местом на свете. Режиссер за глаза называл ее Фуфой. Она, в свою очередь, долговязового худрука дразнила лилипутом, вытянутым в длину. Вместе с тем, парадокс. Портрет презренного Завадского висел у Фаины Георгиевны на почетном месте дома, а в своих письмах к режиссеру она признавалась в своей искренней любви и уважении к нему. Чтобы не быть голословными, приведем такую цитату. «Дорогой Юрий Александрович, вы – тот художник, с которым я мечтала соединить остаток моей жизни на сцене. Примите мои добрые пожелания. Горячо вас любящая Ф. Раневская». Это еще раз красноречиво говорит о великой противоречивости характера великой актрисы. Вместе с тем, из-за сложных взаимоотношений с Завадским Фаина Георгиевна не раз лишилась ролей, для которых, казалось бы, была рождена. Скажем, какая бы великолепная из нее получилась мамаша-кураж. Сам Бертольд Брехт называл Раневскую «ходячим эффектом отчуждения». Она, пожалуй, лучше всех смогла бы на сцене донести до зрителей его драматургическую идею. Когда в Москву снова приехал на гастроли из Германии театр Брехта, Елена Вейгель, ведущая артистка и исполнительница главной роли в пьесе «Мамаша-кураж и ее дети», встретившись с Раневской, удивилась тому, что Завадский, обещавший поставить эту пьесу специально для Фаины Георгиевны, как просил об этом Брехт, не выполнил обещания. Раневская промолчала тогда и лишь записала. У геносса Завадского оказалась плохая память.